Здравствуйте мои дорогие и любимые зрители! Здравствуйте мои друзья! Я вам уже рассказывала про эту фарфоровую шкатулку, в которой храню драгоценности. На крышке изображение самого знаменитого пасхального яйца Карла Фаберже Коронационная. Одно из 52 императорских пасхальных яиц. Оно так названо в честь сюрприза. Уменьшена копия императорской кареты, которая использовалась при коронации Николая II. И если мы откроем ее, мы увидим крышечку, где здесь написано про это. И здесь написано. Это был подарок супруге императора, императрице Александре Федоровне на Пасху в 1897 году. А эта каретта сюрприз в яйце. Вот она. Кстати, эта фирма, вот здесь написано по-французски, и здесь фирма, если вы увидите. Вот такая вот замечательная фарфоровая шкатулочка для драгоценностей. Ну а сейчас я вам расскажу и покажу историю этих замечательных яиц. Тем более, что скоро Пасха. Это пасхальные яйца. С наступающим праздником вас, мои дорогие! Чтобы в доме у вас всегда было тепло, уютно, было, царило счастье, взаимопонимание, и чтобы все были здоровы. Перед тем, как перейти к яйцам Фаберже, я хотела бы показать вам изумительную пасхальную композицию, которая мне перешла по наследству от моей бабушки. Это пасхальное яйцо с прелестной девочкой. Ну, конечно, здесь есть небольшие потери, здесь не хватает цветов и у ручки у девочки, но оно настолько изящно и красиво, что от него невозможно отвести глаз. И, кстати, в детстве мне казалось, что это настоящее струсиновое яйцо. Ну, вот такие тонкие стенки у него. Бабушка использовала как шкатулку для хранения своих драгоценностей, но вот для меня оно стоит вместе с искусственными цветами. Что за клеймо? Здесь есть клеймо, и определить, когда она была сделана, нигде я не могу. Если вы знаете, пожалуйста, подскажите, я вам буду очень благодарна. Ну, вот такая у меня есть прелесть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok